Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Анны Глазунова. Ну что, ты готов к новостям студенчества? Сегодня в выпуске. В КФУ свои дипломы получили геологи и лингвисты. Абитуриенты Казанского федерального университета смогут получить от 80 до 100 тысяч рублей. Стартовал финальный этап республиканского фестиваля Алтын-Калям «Золотое перо». Казанский федеральный университет приятно удивляет нынешних абитуриентов. С 2018 года учреждена единовременная стипедия КФУ «Сто бальник», где отличившиеся выпускники смогут получить от 80 до 100 тысяч рублей. Повышенная стипендия ожидает и учеников лицея в КФУ. Все подробности далее. Наиболее талантливые абитуриенты в этом году, поступая в Казанский федеральный университет, получат от 80 до 100 тысяч рублей. Приказом ректора КФУ «Ульша» от Агафурова учреждена единовременная стипендия университета «Сто бальник». Единовременную выплату смогут получить победители, призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. А также абитуриенты, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Победитель будет получать единовременную выплату 100 тысяч рублей в сентябре, когда он поступит, если он поступает по профилю своей олимпиады. Призер будет получать единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, если он поступает по профилю олимпиады. Если 100 баллов получили 100 баллов и по своему профилю поступает к нам, ну допустим, человек получил 100 баллов по физике, где-то институт физики поступает, соответственно, у него будет единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Помимо единовременной стипендии КФУ «Сто бальник» абитуриенты также смогут рассчитывать на специальную ежемесячную стипендию в размере от 4 до 10 тысяч рублей. А выпускники лицея в КФУ при поступлении в Казанский университет будут получать на протяжении учебы ежемесячную стипендию от 6 тысяч 700 рублей до 7 тысяч 550 рублей при условии сдачи сессии на «Отлично и хорошо». 10 июля также вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицея в КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образовательных услуг. Если у абитуриента 220 проходной балл на то направление, куда он собирается поступать на бюджет, а у него 200 баллов по результатам ЕГЭ, соответственно, он может поступить на контракт и получить 20% скидку. Более 180 стубальников уже подали заявление в Казанский университет. 8 из них – это выпускники IT-лицея и лицея имени Лобачевского КФУ. По данным на 11 июля, свои оригиналы в Казанский университет подали уже 32 абитуриента с результатами ЕГЭ в 100 баллов. Единовременную стипендию в 100 тысяч рублей получат победители заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а призеры Олимпиад сумму в 80 тысяч рублей. Университет расширяет стипедиальные программы, таким образом поддерживая талантливых абитуриентов. Предполагается, что у этих ребят будет индивидуальная траектория обучения, которая позволит им закончить университет раньше срока. Анна Глазунова, Ренардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается вручение дипломов. На очереди выпускники Института международных отношений геологии и нефтегазовых технологий. Подробнее в нашем сюжете. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. Документы об окончании высшего учебного заведения получили выпускники программ бакалавриата и магистратуры. На мероприятии присутствовал директор Института, проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. С напутственным словом для уже бывших студентов выступили преподаватели Института. Самые лучшие годы в вашей жизни. Пока вы молоды, пока вы здоровы, пока вы определенные идеями. Пожелаю вам, конечно, прежде всего, хороших открытий, удачи, счастья. С праздником вас! Вручение дипломов также прошло в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Преподаватели Института также выступили с приветственным словом и поблагодарили студентов за обучение в университете. Все эти годы мы по праву гордимся вашими достижениями, вашими успехами в науке, в творчестве, в учебе. Вы действительно славная когорта нашего института. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. Сегодня по всей стране более 5000 медицинских организаций. В 85 регионах России выдали около миллиона электронных листов нетрудоспособности. Республика Татарстан в этом большом списке заняла четвертое место по выдаче электронных листков нетрудоспособности. Чуть более года назад россияне обрели возможность получать электронный лист временной нетрудоспособности. Его давно и прочно окрестили просто больничным. И на привычном бумажном носителе в электронном виде этот вариант обретает все большую популярность. Данное новшество вступило в силу и в университетской клинике Казанского федерального университета. Выдача первых электронных больничных в данном медучреждении началось с 2017 года. Однако из-за технических сложностей выдача электронного листа нетрудоспособности осуществлялась стационария. Активная выдача электронных больничных началась с 1 апреля 2018 года. Формирование листка нетрудоспособности осуществляется с помощью информационной системы Фонда социального страхования. За апрель, май, июнь текущего года в университетской клинике всего выдано более 4300 листков нетрудоспособности. Из них в электронном виде порядка 131. При этом следует сказать, что темп роста выдачи листков нетрудоспособности в электронном виде с каждым месяцем становится все больше. Компьютеризация уже прочно внедряется в практическое здравоохранение электронной листы нетрудоспособности, тому подтверждение. Их практичность позволяет пациенту не беспокоиться о том, что лист может быть испорчен. Некоторые работодатели около 2% отказываются принимать электронные больничные от своих сотрудников, тем самым нарушая их права. Также иногда возникают трудности при подъявлении пациентам электронного листа нетрудоспособности на оплату в бухгалтерии по месту работы. Не у всех работодателей есть система для проведения оплаты электронных листков нетрудоспособности. Во избежание подобных ситуаций мы прикрепляем к корешку электронных листков нетрудоспособности контактные данные сотрудника, которые могут получить дубликаты. Стоит отметить, что Республика Татарстан стала четвертой в рейтинге по выдаче электронных больничных среди 85 регионов. Преимущество листа нетрудоспособности нового формата в том, что хранится он в защищенной компьютерной системе, а вероятность подделки полностью исключена. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Творческие командировки, мастер-классы и грант на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации. Сегодня в Казани стартовал финал 23-го республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын-Калям Золотое перо». У тебя брали, да интервью уже? Да. Разговоры про интервью, репортаж и заметку. Еще школьники, но уже знают азы журналистики. Рушан Байрамов на пирсе с фотоаппаратом. За плечами девятиклассника уже опыт работы журналистом в Арском дворце школьников. Хоть я всего лишь перехожу в девятый класс, но я пришел в «Алтын-Калям», чтобы научиться лучше фотографировать, улучшить свои навыки. Не стесняясь, они с удовольствием говорят на камеру и даже сами предлагают взять у нас интервью. Мы не растерялись и решили сами проверить их навыки. А вам нравится больше всего в журналистике? На листике мне больше всего нравится атмосфера, атмосфера общения с людьми, атмосфера работы непронужденная. Ты делаешь, ты занимаешься творчеством, делаешь то, что тебе нравится. Все. А теперь скажи мне, что ты напишешь по итогам этого интервью? Я напишу о том, что к открытию фестиваля «Алтын-Калям» приехал канал «Универт-ТВ». Это основной канал Казанского федерального университета. Они брали различные комментарии от участников и вообще сняли огромный репортаж. Это уже 23-й фестиваль «Алтын-Калям» «Золотое перо». В этом году он пройдет на теплоходе. За три дня ребята вместе с наставниками побывают в Елабы, Гесвиярске, в Болгаре. И на протяжении всего пути их ждут мастер-классы и творческие командировки. У них будет возможность почувствовать себя редактором, у них будет возможность почувствовать себя корреспондентом, дизайнером, радиоведущим. То есть полное погружение в будущую профессию, имя которой журналистика. Победители фестиваля получат грант на бесплатное обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций. Это хорошая школа, то, что раньше называли юнкоров, юных корреспондентов, которая на всяком случае дает шанс влюбиться в профессию и понять ее, а потом уже приступить к более плотному изучению. Чтобы попасть на теплоход и получить такой шанс, школьники проходили зональные этапы в Болгаре, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Слово – это ключевое, что есть у журналистики. Дети с вот этого уже возраста, подросткового возраста должны понимать, что слово – это один из самых сильных инструментов, который у них в будущем, может быть, будет в руках. Впереди их ждет трехдневное путешествие по просторам Волги и Камы. Кто сумеет интереснее рассказать о нем и показать его, мы узнаем уже по прибытию теплохода в субботу. Салават Мухаммадуллин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Вот и подошел к концу этот выпуск. Еще увидимся, пока.